Путин начал мрачно. Тяжелое похмелье после 23 февраля. Утром Путин выступил с обращением к россиянам. В нем он сообщил о вводе российских войск на Украину. Спецоперация направлена на демилитаризацию и деноцификацию Украины. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации. Миноборона России выступила с официальным заявлением по ситуации вокруг Украины. Средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины подавлены. Военная инфраструктура авиационных баз вооруженных сил Украины выведена из строя. Военнослужащие пограничной службы Украины не оказывают сопротивление российским подразделениям, передает ТАСС. Часть ПВО в районе Мариупольского аэропорта. Все разбито, все разбомблено. Вдали тоже воинская часть, тоже пожар. Был нанесен ракетный удар. Ранее Минобороны России сообщило, что гражданскому населению Украины ничего не несет угрозы. Российские военные не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Все цели носят исключительно военный характер. Ну, это ошибка, которая будет стоить очень дорого. Вспомним, как Ельцин вводил войска в Чечню в 94-м. Расхлебываем до сих пор. А Украина побольше Чечни будет. Признаюсь, я сильно преувеличивал разумность российского руководства. Ну, а теперь на войне, как на войне. Плевать в спину своей армии мы, конечно, не станем. Но и радоваться тоже особо нечему. Росавиация из-за ситуации на Украине приостановила полеты в 12 южных аэропортах до 2 марта. Ограничения будут действовать с 24 февраля по 2 марта 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. На данный момент приостановлена работа 12 аэропортов. Ростов, Платов, Краснодар, Пашковский, Анапа, Витязево, Геленджик, Элиста, Ставрополь, Белгород, Брянск-Орел, Курск, Воронеж, Симферополь. Кроме того, пассажирам ближайших рейсов и встречающим не рекомендуется прибывать в вышеуказанные аэропорты. Видимо, они рассчитывают закончить спецоперацию на Украине до 2 марта. Росмор-речфлот подтвердил приостановку судоходства в Азовском море. Федеральное агентство морского речного транспорта подтвердило приостановку судоходства в Азовском море с 4 утра. Об этом 24 числа сегодня. Со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет Интерфакс. Решение принято на основании приврежного предупреждения, полученного от Министерства обороны. В приграничных районах РФ введены ограничения. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил ограничить работу школ и детских садов на приграничных территориях. К ним относятся Джанкой, Джанкойский район, Красноперекопский район, Армянск, Черноморский, Ленинский, Раздольнинский районы, уточнил Аксенов. Власти Курской области приняли решение перевести школьников в районах, которые граничат с Украиной, на дистанционное обучение, сообщил в четверг губернатор региона Роман Старовой. Украина выходит из соглашения об увековечении памяти о героизме народов страны СНГ в войне. Кабинет министров Украины одобрил законопроект, который предусматривает выход страны из соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств, участников Содружества независимых государств Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Соответствующее решение опубликовано на сайте украинского правительства. В пояснительной записке к документу отмечается, что дальнейшее участие в таком соглашении нецелесообразно с учетом вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, пишет издание. Это было до ввода войск на Украину, ну и выглядит обоснованием для путинской идеи о деноцификации. Это называется выстрелить себе в ногу. Российские миллиардеры обеднели на 32 миллиарда. Состояние Тимченко сократилось на треть на фоне конфликта с Украиной. Состояние 23 российских миллиардеров сократилось на 32 миллиарда в этом году. При этом эскалация конфликта с Украиной может усугубить сокращение их активов, сообщает агентство Bloomberg. Наибольшие потери понес Геннадий Тимченко, член Совета директоров Сибура и Новотека. С 1 января этого года его состояние сократилось почти на треть. Председатель правления Новотека Леонид Михельсон с начала года потерял 6,2 миллиарда долларов. Президент компании Лукойл-Вагит Олегперов 3,5 миллиарда. Согласно списку миллиардеров страны, в котором 23 человека, чистая стоимость их активов в настоящее время составляет 343 миллиарда, так как в начале года этот показатель был равен 375 миллиардам. Рынки рухнули на этой неделе после признания ДНР и ЛНР. В результате чего Германия остановила энергетический проект «Северный поток-2». Великобритания ввела санкции против пяти российских банков и трех физических лиц, включая Геннадия Тимченко, Бориса Ротенберга и его племянника Игоря Ротенберга. Что произойдет с рынками сегодня, опасаюсь даже прогнозировать. Но с шопингом в Милане все ясно. Особенно обидно, что вчера Италия открыла авиасообщение с Россией. Су-27 ВВС Украины улетел в Румынию. Истребитель Су-27 ВВС Украины совершил несанкционированный перелет румынской границы. Об этом сообщается на сайте Минобороны Румынии. Су-27 был посажен двумя румынскими F-16 на авиабазе Бакэу. Инцидент произошел около 6.15 утра по местному времени в северной части Румынии. Видимо, это вариант дезертирства. В условиях подавляющего превосходства ВВС России в воздухе это легко понять. Украинские военные по всей линии сопоисновения в массовом порядке отказываются от выполнения приказов и покидают позиции. Заявляют в народной милиции ЛНР. Турция не может отказаться от России, несмотря на обострение ситуации вокруг Украины. Об этом заявил турецкий лидер Раджеп Тейп Эрдоган. Турция не может делать выбор в пользу России или Украины. Мы нацелены на такие шаги, которые бы решили этот вопрос, не нося ущерба нашим связям с этими странами. Приводит слова Эрдогана Анадалу. Президент Турции подчеркнул, что рассчитывает провести переговоры с российским лидером после переговоров с партнерами по НАТО. Эрдоган добавил, что в Альянсе должны занять четкую позицию по ситуации вокруг России и Украины. Правда, при этом не уточнил, какую. МЧС и губернаторы попросили увеличить размер суточных для беженцев почти в два раза. В РИО глава МЧС Александр Чуприян обратился к руководству «Единой России» с предложением увеличить размер суточного содержания беженцев, проезжающих из Донбасса в Россию. Сейчас на одного беженца в сутки полагается 800 рублей. Этих средств, по словам Чуприяна, не хватает. Предложение в РИО главы МЧС поддержали губернаторы Рязанской Самарской и Пензенской области. Итак, глава Рязанской области Николай Любимов сообщил, что в сутки на одного беженца уходит в среднем полторы тысячи рублей. По словам Любимова, помогать беженцам за счет средств спонсоров постоянно не получается. Напомним, сейчас, согласно постановлению правительства, на суточное содержание одного беженца из Донбасса полагается 800 рублей, из которых 550 выделяются на проживание, 250 на питание. Эти деньги берут из регионального резервного фонда с перспективой возмещения из федерального бюджета. Думается, по итогам спецоперации станет ясно, нужно тратить эти деньги или достаточно будет просто вернуть граждан домой. Сообщает, грязный воздух убил в два раза больше людей, чем коронавирус. Загрязнение окружающей среды погубило почти 9 миллионов жителей планет. Это в два раза больше, чем количество смертей от коронавируса, заявил докладчик ООН Дэвид Бойт, передает курсор инфо. Так, по его данным, 750 тысяч человек каждый год умирают от воздействия выхлопных газов и прочих токсичных веществ. Причем смерти, связанные с загрязнением воздуха, в большинстве своем приходится на страны со средним и низким доходом. Загрязнение и токсичные вещества являются основными факторами катастрофического сокращения биоразнообразия на Земле. Вызывают экологические кризисы, подчеркнуто в докладе. Ранее Росприроднадзор назвал регионы РФ самым грязным воздухом. Антилидером стал Красноярский край. Так, общий объем выбросов в атмосферу в регионе составляет 1,8 миллиона тонн в год. Это 11% всех выбросов по России. Или 30 тысяч вагонов. Второе место по выбросам занимает город Череповец. В Вологодской области 1,7% всех выбросов. Замыкает тройку Новокузнец в Кемеровской области 278 тысяч тонн. Это 1,6%. С точки зрения размера вреда за 2020-2022 годы, то самыми загрязненными территориями в России, по оценке ведомства, являются Ханты-Мансийский автономный округ, Краснодарский и Приморский края. Далее следует Астраханская и Ярославская области, Забайкальский край, Иркутская область, Красноярский край. Это уточнили в Росприроднадзоре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова